Импортозамещение по-нижегородски. Если европейские сыры запрещены к возу, значит сделаем их сами. Именно так считают нижегородские фермеры. Холодильник Марии Тихомировой похож на витрину магазина. Здесь есть как российский сыр, так и моцарелла и даже дорблю. Отличительная черта – домашнее производство, в котором, кстати, используется только козье молоко. У нас сейчас пробные горовки сыра кочаковала итальянского вызревают. Также мы делаем моцареллу и пробуем сейчас делать сыры с плесенью. В частности, вот, например, головка камамбера. Для каждого сорта сыра своя рецептура. Если адыгейский фета готовится всего пару дней, то вот российский вызревает около месяца. А чтобы был готов, к примеру, пармезан, уйдет почти полгода. Через два месяца это будет адамер. И мы его кладем солить в соляной раствор. То есть здесь он будет в этом концентрированном соляном растворе находиться не менее 12 часов. Поставщики молока домашней козы – настоящие передовики производства. Фермеры кормят их только натуральными продуктами, отказавшись от комбикорма. И потому, что называется только «успевай доить». Кроме того, всех своих животных мы растим с любовью. То, чего, к сожалению, на крупных промышленных комплексах животные просто не могут получить. Сейчас продукции нижегородских фермеров уже находят своих покупателей. К примеру, французские сыры успешно заказывают через интернет. Как показывает практика, люди сейчас готовы покупать натуральную деревенскую продукцию. И учитывая ситуацию на рынке, магазинные цены уже практически вплотную подбираются к нашим ценам, что явно играет лучшую для нас роль в плане продаж. К слову, такое домашнее сыропроизводство уже поддержало региональное министерство сельского хозяйства. Фермеры получили грант почти на миллион рублей. Деньги, естественно, пойдут на расширение семейного дела.